Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как вязать узор, который вы видите на экране. Назовем его условно косой, потому что похоже на косички немного. Так как очень много вопросов, как это вязать и схему, которую я нарисовала, она, к сожалению, не совсем понятна. Я сейчас вам расскажу, как же это делать. У меня вот такая сумка, связанная этим узором, с использованием фермуара. Она уже закончена, поэтому я вам просто на такой простой заготовке покажу, как я это сделала. Для начала вам понадобится дно сумки, если вы хотите связать ее таким узором. В моем случае это такая небольшая заготовка, кружок, который я сделала. Также нужно будет провязать первый ряд после дна столбиком без накида. После того, как вы свяжете дно вашей будущей сумочки, необходимо будет провязать первый ряд стенок столбиком без накида. В общем-то, этого будет достаточно, чтобы начать вязать узором косы. Вот так, чтобы покажу, чтобы было видно. Расскажу немного о пряже. У меня пряжа лента цвета синий меланж и крючок десятого размера. Я считаю, что вот десятый размер оптимален для вязания такой сумки. Она получается достаточно тугой и хорошо держит форму, что хорошо для этого рисунка, потому что там, конечно, нам ажурность и рыхлость не нужна. И перейдем к самому узору. Я связала петлю для подъема. Теперь смотрите, что мы делаем. Нам нужно первый столбик связать, пропустив петлю. Вот эту петлю я буду пропускать. Буду вывязывать вот в эту петлю, вкладывать крючок, но на ряд ниже. Вкладываю крючок, хорошо протягиваю ленту и провязываю две петли вместе. Затем столбик без накида я буду провязывать в петлю, которая находится позади. Мы ее с вами пропустили. Вот она. Сюда вкладываю крючок, хорошо тоже протягиваю пряжу и провязываю ее. Если у вас получился такой же крестик, как у меня, значит вы все делаете правильно. Дальше повторяйте два этих действия и вы получите узор косы. Еще раз поясню. Пропускаем вот эту вот петельку. Вывязываем столбик без накида в петлю следующую, но на ряд ниже. Вот в эту. Вкладываю крючок. Хорошо протягиваете ленту, вытягиваете. Провязываем две петельки. Второй столбик без накида провязываем в пропущенную петлю. Вот в эту. Уже в нужный ряд. Ничего отступать вниз не нужно. Вкладываю крючок. Тоже хорошо вытягиваю пряжу. И провязываю две петли вместе. На самом деле, мне кажется, самое сложное в этом узоре это связать именно первый ряд. Потому что потом вы будете уже видеть там наметанным глазом, какое отверстие вложить в крючок. Не надо будет высчитывать эти беды, и все пойдет по накатанной. Сейчас я вам покажу, как именно ввязать второй ряд. Петлю для подъема. Я приступаю к вязанию второго ряда. Провязала уже воздушную петлю для подъема. Отступаю одну петлю и ряд вниз. Нахожу вот такое вот отверстие. Сюда вкладываю крючок. Вытягиваю хорошо ленту. Провязываю две петли. Теперь обхватываю вот этот орнамент. И вот в это вот отверстие вкладываю крючок. И точно так же провязываю две петли. Повторю еще раз. Обхватывайте предыдущий орнамент. Вот так. И вот в это вот отверстие вкладываете шаг назад, делаете. Вытягиваете ленту и провязываете две петли. Вот сюда. Вот сюда. Вот такой узор косы у вас получится, если вы будете делать все правильно. Желаю вам творческих успехов. У вас обязательно все получится. И буду рада вашим комментариям. Пишите, что бы вы хотели еще научиться вязать и увидеть в моих мастер-классах. Пока-пока! Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok